Всем курь, ребят! Ну что, продолжаем наше строительство и выживание. Так, в прошлой серии мы остановились с вами на том, что мы сходили к мужичку и узнали историю про нашего дядю, и как он там, говорится, развлекался, и что он делал. Так, я вернулся домой, вернулся домой, и немножко тут без вас построил здание, так как это было все долго и нутно, я думал пропустить это я не снимал, но сейчас покажу что-то как. Так, во-первых, у меня уже с вами есть три рабочих, один работает на заготовке, получается, леса, оно у нас хранится вот здесь на складе, вот в хранилище, он сюда складывает, получается, бревно и доска. Кожа мех, мы сейчас еще вернемся. Так что первый рабочий работает здесь, складывает. Эта подруга у нас работает на водокачке, но я так понял, что мне здесь нужны ведра, а ведра я еще делать не умею, так что она просто стоит, отдыхает. И третий чел у меня работает, вот это вот он, по-моему, если я не ошибаюсь, добывает нам, получается, мняса, вот здесь, в охотничьем домике, добывает нам, получается, мняса и кожу. Ему нужно для охоты, получается, только каменный нож, деревянный копел, лук я ему положил, но он этим и не пользуется. И здесь мы как раз можем на верстаке с вами делать и лук, и каменные стрелы, и тому подобное. Но здесь нужно, во-первых, мне купить монетки, а монеток у нас мало с вами, и нужно с вами еще будет, наверное, поохотиться. Ну ладно. В принципе, не, как говорится, не так уж и смертельно это все. Да, узнал я, как можно кормить наших горожан, чтобы у них был постоянный доступ к идее в воде. Нужно построить, получается, житницу. Строите житницу сюда, в сундук. Ложите мясо, либо кладете, либо ложите, не знаю, как кому угодно. В общем, кладете сюда мясо, и они начинают кушать. Вот это вот сырое мясо и сушеное мясо, это добывает у нас, получается, охотник наш. Ну, то есть, он все мясо слаживает сюда, а шкуру и мех вот в тот склад. Попробовал я поработать с полем. Так, чтобы засеять, к примеру, вам поле, вам понадобится мешочек взять в руки. У вас в руке, вон, к примеру, мешочек, видите, да? Нажимаете правой кнопкой мыши, вы выбираете либо поле, либо фруктовый зад, ну, к примеру, на поле. Выбираете удобрение, и сюда добавляете удобрение. А потом, когда вы, после того, как добавили удобрение, нужно взять тяпку, прокопать это все, и у вас будет вот таким вот цветом. Ну, вы видите, да, что разный цвет. Вот это вот удобренное, и здесь есть семена. Потом, когда вы тяпкой прокопали, берете, к примеру, семена капусты, так же самое, правой кнопкой мыши, и засеиваете, и все. Из этого вот участка капусты, который я собрал, из этого вот участка маленького, получилось 80 капуст. Ну, то есть, вы сами понимаете, что если засеять, наверное, вот это полностью все поле огромное, я не знаю, сколько, пару сотен капуст у нас будет. И морковку посадил. Ну, морковка у нас еще с вами покамись, либо не растет, либо я не знаю, либо как ее собрать. Ну, капусту я собрал. Так, ладно, что я хочу в этой серии? Я в этой серии хочу закончить... А, да, по поводу готовки, я готовлю покамись вот на таком маленьком кострике. Ну, то есть, захожу сюда, подпалю костерок, и вот, можно готовить мясо, рыбу, все, что вам, как говорится, вашей душе угодно. Если у вас, к примеру, 20 кусков мяса, просто нажимаете R-очку, и выбираете 20 кусков мяса одновременно пожарить. Так, я хочу сейчас построить с вами, во-первых, вот эту вот штуку, как она называется, фермерский сарай, и получается амбар. Чтоб потом пойти в город, нанять человека, чтоб он занимался у нас огородом с вами, потому что зима скорая, а нямать нам всем хочется. Так, что мне для этого нужно? Мне тут буквально нужно пару бревен, чтоб это все закончить, и потом сходить, получается, в город, нанять человека, и выполнить, наверное, пару заданий. Вот видите, у меня справа написано, выполнить несколько заданий для соседей. Одно задание есть, три осталось. Так, давайте возьмем пару бревен, пару бревен, только давайте сначала мы понямаем, я мясо много себе наготовил, мы понямаем, возьмем где-то пять бревен, пять, ладно, шесть, шесть бревен возьмем, и очень медленно отправимся все строить. Да, у меня, конечно, появились, давайте пока мы идем, я вам покажу, что у нас появилось. У меня появился, получается, это, как его, хижина травника, ну, у меня превышены постройки, типа, и появился шалаш землекопов. В чем прикол? Я не знаю, что мне для этого нужно, ну, то есть у меня постройки пока без недоступны. Может, когда у меня будет появляться новое горожание, тогда будут постройки и будут доступны. То есть, деревянный сарай мы с вами сделали, а, дровяной сарай мы сделали, колодец у нас с вами тоже есть. Осталась хижина травника и шалаш землекопов. Так, дальше, что у нас тут? Охотничий домик поставил, я хочу себе рыбацкую хижину. Не знаю, чем отличается охотничий домик номер 2, может, мы там будем типа лук использовать? Хотя без понятия. Так, по поводу земледелия. Вот у нас амбар строится и фермерский сарай, как я говорил. Амбар 3, амбар 2 и ветряная мельница. Ветряную мельницу примерно где-то в этой стороне, я думаю, вот тут мы с вами и поставим. Так, что еще у нас есть из новенького? У нас появился, получается, курятник. Курочек можем с вами тоже строить, но, к сожалению, ведь превышен лимит построек. Как от него избавиться этот лимит, я, честно, пока без понятия не знаю. Будем разбираться? Просто будем разбираться. Так что, бумс, поникс, все, постройка мы построили. Что тут сюда нужно? Сюда нужна мотыга, сумка, серп коса. А по поводу серпа косы, серпа косы, сейчас, секундочку, секундочку. По поводу серпа косы у нас такого с вами нету. То есть, мотыга есть, а серпу косу, наверное, нам придется либо строить вот эту вот штуку, мастерская. Может, в нем что-то будет делать. Либо, я не знаю, это сколько мне людей. Таверна, кухня, кухня номер один. Блин, это на кухне люди смогут готовить еду, тоже можно будет построить. Но для этого тоже нужно будет жителей. Вот это и, знаете, единственное, что я не знаю, сейчас мы закончим с этим всем. Единственное, не знаю, как дальше строиться. Но здесь, к примеру, я поставлю, к примеру, здесь мельницу. В этой стороне вот так я сделаю тут сарай, сарай, сарай с коровками, ну, к примеру. А по поводу домов либо сделать в ряд вот-вот сюда и так, ну, то есть дверями повернуть в эту сторону, поняли? И сделать это куличками. Или я, честно, не знаю. Конечно, до этого еще рано, но рано или поздно, как говорится, мы и до этого доберемся. Так, бумс. Давайте позаканчиваем. Так будет немножечко быстрее. Не, некоторые постройки я буду вместе с вами, конечно, делать так, бревно. Раз, два, три. А некоторые я буду буду сам заканчивать. Потому что реально, к примеру, я потратил полтора часа, чтобы просто бегать, нарубать там дров и понять, куда еще я хочу. Так, вот видите, она просто гуляет. Нужно будет с этим тоже вопросом разобраться. Либо эти, как его, как же ведро, ведро, либо ведер понакупать, либо наделать, не знаю. Сколько мне нужно? Три было? По-моему, три, да? По-моему, три. Получается, если вы смотрите этот видос, то перед этим я записал, получается, амнезию, бункер. так, так что, скорее всего, если вы еще не смотрели, то пойдите посмотрите. Мы с вами уже продвигаемся в той игрульке и надеюсь, что скоро мы с вами найдем выход оттуда. Ну, если вам, конечно, хоррор нравится и вы сюда пришли не ради этой игрульки. Так, все, здесь мы закончили, правильно понимаю? И сюда, и сюда нам нужно будет... Так, пустая ячейка, значит, работников. Ага, и сюда нам тоже нужны будут люди. Так, давайте смотреть, сколько людей нам нужно здесь. Здесь трое. Здесь здесь пятеро. Серп, коса, сумка. Ну, сумка есть. Я знаю, как сумку делать. Нажимаете на кьюшку, нажимаете на кьюшку, и вот тут у нас есть они, это мешочек. А где же сумку? Ну, сумку я купить могу. Вот это вот печалька. Короче, мне нужно человек двадцать, наверное, поселения, но перед тем, как делать, наверное, я думаю, лучше стоит... Так, может, лучше стоит кухню им построить, чтобы они могли питаться. Так, хранилище житница. Но житница в житнице они кушают. Нужна повариха, хижина строителя, торговый лоток. Хижина строителя тоже бы неплохо было, чтобы он вместо нас это все строил. Так, превышен лимит построек. А где смотреть? Где смотреть? Так, население четыре, но это вместе с нами. Вода, строительство десяти, десяти, а как мне? А как мне добыть? Еще немножко строительства, чтобы мы могли... Дома, я так понимаю, у нас тоже, да? Типа, на этом наша полномочия все. Угу, угу. Ну, что могу сказать? Печалька, печалька. Ладно, идемте в город, идемте в город. Попробуем выполнить задание трех соседей. Так, а может, я могу с тобой это выполнить или нет? Так, говорит, не могли бы вы мне немножко подвинуться, где я майнати, слышали что-нибудь интересное? Так, не, да, good bye. Значит, не с этими соседями. Ладно, что у тебя, топоры есть? Да, камин топор, у тебя же еще сотка есть, хорошо. Идемте тогда попьем водички, сходим в город и посмотрим. Не знаю, может взять мех с собой, продать его. А может, из меха лучше сделать, то есть, из кожи сделать сумочку и сумочку продать, потому что у нас с вами сколько монеток. Так, где у нас монетки? Монетка 319. Не знаю, может так и сделать, как думаете. на короняк я смогу еще, да, пойти нафармить животных. Для этого, в принципе, что мне нужно? Копье и этот, как его, и ножик каменный. Так что, давайте, наверное, мы сходим, заберем с вами кожу. Кожу мы заберем. Так, принять. А по поводу кожи у меня дома, есть ли она? по-моему, я... Все, 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 не задыхайся. По-моему, я его у себя тоже хранил. Да, вот кожа 24. Давайте, наверное, мы сделаем вот так, принять. Теперь, что мы делаем? Мы делаем с вами... Хотя, ладно, давайте доберемся на короняк уже возле поверной наделаем мешочки и попродаем их. Попробуем нанять еще одного человека на поле, купить ему косу. Косашему, по-моему, нужна будет купить ему косу и сумку. Потому что реально не знаю. Хотя, может, у нас есть сумка. Так, стой. Есть ли у нас сумка? А, ну вот сумка, да, у нас есть. А сумка это обычный получается вот этот вот мешочек, правильно я понимаю? Ну давайте попробуем сделать его и посмотреть. Сумка? Нет, это не то. Это мешочек. Понял. Мешочек у нас по 50. Ладно, ладно, купим тогда сейчас значит сумочку и купим значит с вами это как его сейчас секундочку нужно альтабнез и купим с вами косун. А еще отдачный флирт нужен. Это я так понимаю мы себе будем находить сейчас невесту нашего персонажа. будет любовь, а сися и все дела. Да, прикольно. Но не будем забегать наперед. Так что давайте идемте потихонечку помаленечку. блин, прикольная игрулька конечно, но очень долго все делается. Вот реально очень долго все делается. Тут по-моему можно в настройках выбрать, если я не ошибаюсь, типа мгновенное строительство. Но я думаю станет легче, когда у нас с вами будет уже рабочий, который будет выполнять строительство. и вот я не знаю, мне реально нужно поселение делать огромное, просто огроменное. Куда все эти дома ставить? Так, нужно покупаться. Снизу слева, видите, вот коричневым таким, опа, исчезла. Это типа мы с вами грязные и нужно было принять ванну. Но увы, ванну тут нету. навряд ли они даже душем пользуются. Летним. Так, что нам нужно? Нам нужно сначала дойти получается тихо-тихо. Дойти вот сюда, продать все лишнее, продать все лишнее. И мы сейчас посмотрим, если дороже она мешочки покупает его. то мы мешочки продадим. Так, что ты по поводу кожи? Угу, цена 4, а мешочек 25, да? Ага, ну понятно, ну тогда я такие корица извиняюсь, goodbye, да? Такие-такие извиняюсь, ну значит создать на все. так, вон там какая-то мадама сидит, не знаю, видно ли мышку мою сейчас либо нет, вон возле костра. Попробуем сейчас с ней пофлиртовать. Вот видите, вот эти вот мешочки, когда на ручку нажимаешь, начинаешь делать, это реально очень долго. Вот каждый мешочек он делает. Ну давай, давай, еще, еще чуть-чуть, все. Тихо, тихо. Ремесло, 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 ремесло. Так, нам что-то за ремесло дали, но постройки, ага, навыки, ремесло, да? Да, так, любопытный портной. Больше опыта, ладно, давайте, да. Блин, а может мне вместо рабочих поработать, пока месси, опыт по себе насобирать, как вы думаете, без записи. Да, да, да. Так, давайте мы тебе продадим, что мы тебе продадим? Кожу, забирай, мешочек, тоже забирай на 225. Семена капусты, мое, чертополох, не знаю, нужен он, тебе не нужен. Так, простой факел, каменная кирка, ага, на каменную кирку 22,5, то есть я могу 10 штучек наделать, принести тебе их продать и заработать миллионы. Звучит как план. Звучит как план женщина. Это 170 типа у тебя всего монеток, да? Правильно понимаю? Ладно. Yeah, 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 have a good day. Так, идемте, посмотрим, по-моему, у тебя можно будет купить сумку. Так, слышали, что интересно, романтика, good bye, да, вот ты вот. Покажи мне свои товары. Так, каменный серп. По-моему, серп нам нужен, да? Серп и этот, как его, сумочка. Сумочка, сумочка. Так, сумочка, 270, так ты ж падла. Что ж там дорого? Ладно, сумочку. Давайте серп купим. По-моему, нам серп нужен, правильно? Если не ошибаюсь. Так, вот это интересно, вот у него 45, это всего монеточка, 45, то что, или, или что это, 45 у него. деревянная мотыга, каменная мотыга. Ладно, ладно, have a good day. Так, где у нас инвентарь наш? Инвентарь, каменный серп. Надеюсь, это то, что нам нужно, потому что здесь у нас с вами нема серпа. Ну, ладно. Так, давайте смотреть, что у нас еще здесь есть, что мы здесь можем с вами купить. Так, бонжур, покажи мне свои товары. Ага, а у тебя кушать здесь, да, есть? Не, good bye, еда нам не нужна. Привет, бонжур, так, бонжур, бонжур, бонжур. Так, ведро с молоком, 10, из 10 ведро простокваша. У тебя есть просто обычное ведро с водой, либо нету? Интересное ведро с простоквашей, 270. Там у нас сколько монет ЧК, без понятия. Блин, мне ведро нужно, а где мне взять, где мне, how I good data? Где мне взять ведро, ребятки, кто в курсе? Вот ведерко есть, конечно. Ну, блин, если я украду, ты ж меня сдашь, да, падла? Ты ж начнешь сейчас по-лиси, я по-лиси, ведро украли. Что у тебя тут есть? Падла, мне ведерко нужно для водички. Мне нужно ведерко для водички, чтобы у нас человек тоже так стоял и делал вот это бесполезное задание. Так, а вот этой вот мадамы нет ли ведерко? Ведерко с водичкой? Оно? I'm fine. Так, вот, ведро с водой. Давайте заберем, потом его опустошим и просто повесим его, наверное, туда или положим, не знаю. Так, привет, мадама. Так, чем ты можешь мне помочь? Небольшая беседа, давай поговорим. О чем в последнее время думаете? Хорошо, когда есть кто-то рядом. Никогда не знаешь, когда тебе понадобится рукопомощь. я упала в колодец, когда была ребенка. Если бы не мои соседи, я бы сейчас с вами не разговаривала. Так, не могли бы рассказать мне своих навыков? Есть какие-то сложности? Назад? Романтика? Вы выглядите очень прелестно. Может, а можно спросить вас кое о чем? С детства боялся высоты, кажется, каждый раз, когда я падаю, я причинаю себе боль. какой ваш самый большой страх? Я люблю здесь местную кухню. Какое ваше любимое блюдо? Давайте поговорим о еде, Сегодня хорошая погода. Как считаете, что предпочитаете дождь или солнце? Мне оба нравятся. Солнечные дни всегда хороши, но большой шторм может быть очень живописным. Ну да, выглядите очень привлекательно. Можно во что-то спросить. У тебя есть любимый цвет? Розовый. Определенно мой любимый. Ммм, да ты шо? Он яркий, теплый и нежный. Идеальное сочетание... Начинаю сочетание. Хорошо. Вылетит очень привлекательный. Можно вопрос еще спросить. Так, прошлой ночью мне приснился странный сон. Я строил дом, но кто-то другой контролировал мое тело. не-не-не, это явно не, мы ее спугнем. Когда я впервые приехал в долину, она меня поразила. здесь нравится? Это определенное прекрасное место для жизни, особенно если есть близкий человек, с которым можно разделить эту красоту. у меня есть кое-что для вас. Ага, ага, ага. Так. Упорядочить по количеству, упорядочить пейпи не отменить. А у меня ничего нету. А что я ей должен был подарить? Так. Романтика. У меня есть кое-что для вас. А что я ей должен подарить? Так, симпатия 15%, хорошо. Сегодня хорошая погода. Вот, симпатия 20% так. Выглядите очень привлекательно. У меня есть кое-что для вас. А что у меня для нее есть? Что мне нужно? Так. О, значит подарок был шуткой. Нет, не шуткой. Не шуткой. Не шуткой. Выглядите очень привлекательно. Можно спросить поскольку что. Так, собственно не важно. Хорошо, я создал новое поселение. Ищу хороших людей, желающих присоединиться ко мне. Блин, а если я сейчас это предложу? Слышала вы купляете свою репутацию права в том же духе и я возможно рассмотрю ваше прелемию. Репутация 200. Романтика. А что я должен ей подарить, скажите пожалуйста? Что я должен ей goodbye? Может ее молотком лускнуть и забрать просто к себе? Что я ей должен подарить? Слышь? Подруга. Так, вишня. Бутылка с водой, бутылка для медовухи. Винная бутылка. Блин, может кусок лука подарить, не знаю. Медовуха. Оно медовуха. 420 медовуха. Моя что-то и овсяное пиво. Пивная бутылка. Рожаное пиво. Как же все дорого. Слива. Я не знаю, что ей нужно. Ей нужно яблочный ситр, яблочный сок. Давайте попробуем яблочный сок ей подарить. И достаточно монет. 195. А у меня сколько их? Что goodbye? Сколько у меня монеточек? Ну студия... Ааа, у меня 190. Понял. Понял, женщина. Что мне нужно? Мне нужно с малых познакомиться. Смекаешь о чем я? Так, простой факел, семена капусты, сумочка, факер, чертополох. Блин, чтоб ей продать бы такое? Жареное мясо. Блин, ну давай на 50 монеток, Так, на 50 монеточек, вот так, вот давай, принять. И дай-ка мне свое пивко. Блин, но если это не пивко будет ягодный сак принять. Goodbye. Так, слышь, подруга, оно, единственное. Так, романтика. У меня кое-что для вас есть. Подарки, подарки, а что за бред? Алло, алло. Ах ты, падла, я на тебя потратил, падла, последние 160 монеток. Ааа. Так, банджер. Где мой найти до побачения? Хава, хава. Так, небольшая беседа. Ага, это ничего не дает, я создал поселение. Си, сын. Не, не. Платла. Привет. Так, не богали бы немножко подвинуться, слышу, что-нибудь интересное. Романтика. Растительное замужем. Ой, до побачения. Слышали, что-нибудь есть, где я могу найти? Где я могу найти задание? Так, где я могу найти задание, типа, чтобы помочь трем соседям? Короче, это без юмора и без шуток. Если кто-то знает, что ей нужно подарить, напишите, пожалуйста. Я приехал сюда, ищу себе новое место, где я могу начать новую жизнь. нет, мы еще не встречались. Так, я хотел возьмите, извините, что это за... Ага, продолжить. Все, хорошо. История Элвина. Элвин и бурундуки. Так, а где я могу выполнять задание соседей? Алло, соседи, я хочу выполнить ваше задание. Привет. Так, где я могу дать ей домашний скот, домашнее животное? Спасибо, спасибо. Ва гудэй. Да, спасибо. Так, бонжур. Так, слышу, вы что-нибудь интересное, небольшая беседа, не могу ли вы немножко подвинуться до побочения, до побочения. Вэл, вэл, да. Покажите мне свои товары, а что у вас есть? Ага, на вас, да. Слышь, а ты не хочешь купить, меня ягодный сок за 55 минут. Падла, я 160 потратил, чтоб она тебя бросила, жадина. Так, ладно, давайте тогда поговорим с вами с... Привет. Всегда приятно вас видеть. Так, Юнигост, здравствуйте, я разговаривал с Самбуром. Ну да, вчера мы разговаривали. Он такой милый, разве нет сладчайший, как бочонок с медом. Да-да-да. Хе-хе-хе-хе. Для вас Самбур. Та-да. Ясно, он все же рассказал мне о моем дяде. Историю о властелине садов. У него неожиданно хорошие навыки повествования. Не так ли? Да-да. Да, и правда меня это просто поразило. Так, однажды, клянусь, он больше года не произносил ни слова, но когда мы сидели у костра, он вспомнил какой-то анекдот. Хромко засмелся и начал свой рассказ. Он был полностью немым. А потом вдруг стал понятно. Так, дух театра в теле громелы. Правда? И что это? Сэндвич со свиной рулькой. А ну да, он же мессендвич со свиной рулькой попросил передать. Так, да, это похоже на самбура. Итак, вы собираетесь доставлять? Хотите? Да, конечно, я люблю, когда люди бьют меня по лицу. Все вокруг знают об этом. не могли бы вы сделать это бесплатно. Я полностью ущерпал свой бюджет, который даст мне пощечину. Правда? Люди, вы шутите. Я тут же не на шутку забеспокоился. Правда? Да. Нет, не совсем. Вы тупой. Вы никого не ударите. Вам понятно? Но если он спросит, ему скажу, что вы меня наукой нокаутировали. просто лилопытство, что Самбу рассказал вам о том, как он попал в шайку. Он сказал, что вы ищете лучших, кого можно нанять, и что он был очевидным выбором. Да, похоже на то, что он не смог бы сказать что-то в этом роде. Блин, а я не хочу читать это, ребят. Ну, что ты на меня смотришь? Ну, можно это как-то было озвучить? Так, разве это не правда? Но он явно был полным дерьмом. Разве это не правда? Это неприятное воспоминание, но я считаю, что вы заслуживаете знать всю историю. Мы не собирали, мы не вербовали его, хотя я думаю, мы это и сделаем. Иордан тоже. Но это было вопросом выбора. Когда Иордан и я начали вместе следовать миссии, мы были довольно успешны. Все шло гладко, даже слишком легко. Мы делали много хорошего, возвращая улыбки на угнетенные лица. Вот тогда мы и потеряли бдительность. Так, была секретная гильдия, созданная несколькими высокопоставленными рыцарями и баронами. Мы называли их торговцами. Куча бессердечных блюдков. Самым прибыльным из их бизнесов была продажа животного товара. И нет, я сейчас не животных. Понятно. Пожалуйста, не говорите это. В этом царстве рабства было строго запрещено. Королева была непреклонна. так, что ж, хорошо, был свой набор правил, которым нужно было следовать. Они сажали их в клетку, как скот. В основном женщинах и детей. Мы ждали драться с крысами из-за скудного рациона. Понятно. Так, иногда мертвецы неделями лежали в клетках. Наживает сильнейшим. Точнее, живет дальше дольше тех, кому повезло меньше. Это было просто ужасно. Как по мне, вся эта треклятая гильдия заслужила жесткую и немедленную смерть. Блин, у меня аж в глазах потемнело. Когда смотрю, все начинаются блики. Так как я сейчас записываю как бы в темноте. Да, я в основном это по вечерам делаю. аж в глаза. Ну, ладно. Но мы действовали иначе. Иордан очень явно дал понять с первого дня. Мы никогда не забираем ничужись. Это было важнейшим правилом. Хорошо. В любом случае, нам удалось вытащить всех вагон. А вы знаете, что такое вагоны? Вагоны, наполненные разбитыми людьми. Даже лошади склонили головы. Тоску я. Блин, ладно, дальше. Торговцы не были настроены ждать, поэтому сразу же отправили своего худшего мучителя. Я был в ужасе по-настоящему. Окаменел едва мог дышать Иродан и сказал ни слова. А, не сказал ни слова, просто посмотрел на меня, его глаза были расслаблены, но сосредоточены. Я понял, что он тоже хотел, чтобы я был спокоен, но я просто не мог. Он пошел первым. Бесишь меня игра. Палач привязал Иродана к стулу и начал раскручивать. Его кулки были подобным наковальни. Каждый удар приводил к кровоточению или переломам костей. Так, в считанные секунды лицо Иродана превратилось в меч сего. Так, это я читать не буду. Единственное, что пробивалось сквозь него, это его улыбка. Это был один из многих случаев, когда я задавался вопросом, был ли он вообще человеком. Мучитель быстро понял, что для такого уникального экземпляра ему нужны другие инструменты. И пошел за своим лезвием. Ага. Именно тогда Иродан заговорил. Он дал ему предупреждение одно за другой, да? А, делал ему предупреждение одно за другим, но мучитель продолжал резать ему торс, как будто готовил стейк на гриле. Крови было так много, что я чувствовал вкус во рту. Я хотел потерять сознание, просто чтобы убежать от всего этого, но не мог. Мое сердце колотилось слишком быстро. Жесть. Вдруг мучитель остановился, он посмотрел на меня и снова Найордана. Это было единственное, что он сказал. Если ты лжешь, я поступлю с ним так же. Меня же... А, меня уже стошнило, но Найордан только кивнул, поэтому он развел на зал нас обоих и помог нам сбежать. На нашем пути было еще несколько хорошо вооруженных наемников, нас никто не остановил, даже они боялись этого парня. Нам удалось выбраться целыми, ну, нам удалось выбраться живыми. Раны Ирдана не заживали неделями и даже после этого он был так сильно изредован, что казалось, будто к его коже пришили кольчугу. Угу. Но мы избежали смерти и его агент стал одним из нас. Мучитель это был Самбур, не так ли? Да. У меня нет слов. Мне очень жаль, что это случилось. теперь я понимаю, почему собор не хотел говорить правду. Это звучит ужасно. Если честно, кошмары той ночи нас не прекращались. Как вам только могло прийти в голову взять в отряд такого человека. Вы думаете, что я хотел бы, чтобы этот главрес был где-нибудь рядом со мной? я не мог скоткнуть вас из-за этого уже несколько дней. Я постоянно оборачивался, наблюдая за каждым его движением. Так почему его не отшили? Все просто. Иордан заключил с ним сделку. Пообещал ему единственное, что имело значение для зверя. Что это было? Деньги. Намного больше, чем ему платила гильдия? Доля от каждого гребежа совершенного нами, да. Совершенного, совершенного. Но почему бы не расплатиться с ним? Или смыться? Иордан так не поступил. Он был мастером лжи, но когда он давал кому-то слово, он никогда не отступал. Кроме того, как мы позже выяснили, Самбур не был злым по своей природе, он был просто настоящим солдатом. Дело то, что от него хотели. Иордан часами разговаривал с ним, объясняя наши правила поведения, собор собор ни разу не нарушил ни одного из них. Ни разу. Это невероятно, я имею ввиду, вашу жизнь и думает, что я смогу со всем этим справиться. Честно, надеюсь, вам никогда и не придется. Я через много прошел и по прошествии всех этих лет, я больше всего на свете жажду скучной и размеренной жизни. Соласин. Так, я не из тех, кому скучно, всегда есть чем заняться. По сравнению с вашими историями, скучнейшая жизнь, безусловно, звучит приятным. Тогда у меня к вам особая просьба, которая поможет избавиться от скуки. Конечно, что вам нужно. Так, отправляйтесь в Борово на детей, иду и заберите у нее мою косу. Так, найдите иду. Так, считайте, все сделано, звучит. Неллиша, хорошо, считайте, все сделано. Так, первое задание мы с вами взяли из двух. Что нам нужно? Нам нужно, наверное, вернуться домой. Поспать. Так, что по поводу 210 репутации. Блин, а мы сможем нанять кого-то? Новый уровень дипломатии. Вернуться домой, поспать, во-первых, чтобы в нем ходить. Так, что у меня по поводу факела? Вот. А во-вторых, чтобы у меня глаза немножко пришли в себя, потому что я, жарю, я в основном записываю по ночам, когда есть возможность. И в комнате мне сейчас тепло, но только свет от монитора. Из-за этого шрифта, когда всматриваюсь, чисто тупо пленка идет на глаза. Так, романтика, симпатия, вы выглядите очень привлекательно, можно спросить вас кое-чем. Так. Любимое время года. Ага. Как дела, красотка? Я мог бы часами слушать ваш голос. Блин, а я надеюсь, что она от нас не уйдет никуда. Так, как дела, красотка? У меня кое-что для вас есть. Но у меня нету ни для ничего у него, да? Да, я не знаю, что для нее нужно. Так, создал, похоже, что сначала с удовольствием. Отлично, увидимся. Блин, а если я сейчас ее приложу, это будет означать, что все, мы с ней типа не сможем потом дружить. Угу. так. Романтика, романтика. Извините, я не ищу партнера. Гуд-бай. Хавай, гуд-дей, да? Так, что-нибудь интересное, подскажите мне, а, покажите мне свои товары. Так, стеклянная бутылочка. Угу. Серебряные серьги. Моя ж ты зайка, 750. Ага, вот какой подарок я должен типа ей сделать, да? Шкатулочка 1500. 750. 750. 750. А я даже не знаю, чтобы такого продать на 750. Ага, ага. Не-не-не, какие гуд-бай. Так, я теперь понял, какой подарок нам нужно. Ну, для этого, знаете, что нам нужно? Это нужно нафармить это все, во-первых. Но нафармить, к примеру, я могу и здесь и прийти сюда продавать эти ломики и всякую остальную штуку. Мне просто интересно, если я сейчас поселю эту малышку, с которой я флиртую у себя дома. Смогу ли я потом с ней дальше продолжить? Так что, давайте сходим домой, сходим домой. посмотрим, что нас ждет. Так, нам еще нужно какой-то иди сходить. Так, добудьте косу. Косу мы тогда будем. А ну, ребятульки, не добавилось ли нам 10 из 10? 10 из 10, не знаю, почему, почему так, почему так мало строений, почему типа мы можем с вами строить строительство, строительство, навыки. Так, 10 дипломатии дают на 5% больше опыта. Ромео, прикрыть, и вы получите на 10% больше очков симпатии. Ага, давай, 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 бумс, все, хорошо, хорошо, отлично. пойдем встречать нашу малышку. Не знаю, меня мешает вам костер, не мешает, или нормально. Так, нужно будет сходить потом за косой, давай, выпьем водички. Ой, как вкусно, да. Сходить за косой, потом нужно будет сходить на охоту, нужно будет меняться наделать, попробовать нафармить очень много денежек, купить сережки. Купить сережечки. А может, нам и не нужно будет покупать сережки, а просто придется с ней фильтровать, флиртовать, да, фильтровать ее каждый день. И тогда мы сможем, как говорится, с ней замутить. Так, давайте, наверное, ее поселим у нас, пусть она у нас живет. Отнесем, получается, то, что мы купили вот туда. Сейчас мы зайдем, посмотрим. Так, это я, правильно? Вот где-то тут. Ага, а где малышка? Где малышка? Либо она еще не пришла. Блин, я не знаю, как ее зовут. Так, в этом доме у нас пустая ячейка, хорошо. Так, тут кто-то есть? Да, это спит. Хорошо. Этот, по-моему, живет у нас вот тут. Да, значит, нужно будет сейчас дождаться подруге. Дождаться подруге и приписать ее к нам. пока мне все надо идет. Так, я не знаю, вам нужен, факт, а мне нужен? Ну, вроде и так видно. Где-нибудь сейчас сходим сюда, положим с вами. Сейчас, секунду. Так, что мы здесь можем делать? Ага, мы же могу тут с вами делать. Хорошо, хорошо. Ну, да муки нам, конечно, еще рановато. Так, верстак. Ага, удобрение можем делать, нам нужен навоз. Прикольно, прикольно, хорошо. Хорошо, давайте попробуем, значит. Так, что тебе нужно? Тебе нужно, получается, серп, сумка и мотыга. Серп, сумка и мотыга. так. Детэ, серп, потом сумка 100% и мотыга. По поводу мотыги не знаю, есть ли у нас мотыга. Ладно, давайте попробуем сделать, что для этого нужно. Для этого нужно бревно и ветка пять штучек. Давайте ветки пять штучек соберем, сделаем мотыгу. Так, раз, два, три, четыре, пять, хорошо. Деревянная мотыга, ого. Пока, я думаю, этого хватит за головой, может она даже начнет следить за этими, как его, за огородом, а может и не начнет, может мне для этого нужно навоз. так. Деревянная мотыга, деревянная мотыга, вот, сто процентов есть, отлично. Все, шикарно, теперь осталось дождаться, дождаться малышки. Ага, вот она, канута, да? Это ж она, по-моему, она. Так, канута. И нужно будет сейчас кануту прописать у нас дома. Так, канута, канута, канута. А я не могу сюда кануту прописать. Смикаешь о чем я? Ага, а сюда кануту я могу прописать? А сюда кануту я могу прописать? Короче, я к себе не могу прописать человека из-за того, что... Из-за того, что мы с ней как бы еще нет, самое... Да, а я боюсь, что если я сейчас ее поселю вот сюда, к челику, то потеряем с вами кануту и придется новую искать. А где она, кстати? слышь? Ты кануту не видел? Не, не видел? Понял. Так, могу ли тебе чем-нибудь помочь? А ну давай. Послушайте, мне не хватает каких-то материалов. Не могли бы меня раздобыть для меня? Конечно, дайте мне список. Отлично. А так, а где список смотреть? Алло. Где смотреть список? Блин, канута, почему ты не хочешь со мной жить? Так нечестно. Канута, канута. машина просто еще не пришла? Или пришла? Блин, нужно дождаться человека. Нужно дождаться человека. Ладно, давай тогда, давай тогда тебя вот сюда принять. Все, хорошо, она теперь здесь живет. и теперь по идее, по идее, она должна где-то появиться. Сколько сейчас время вообще? Как-то сильно темно для ночи. А вот и канута, да? Так, канута, оно? Говорить? Так, этот человек не хочет сейчас с вами говорить. В смысле? Я не понял. То есть, я тебя нанял на работу, да? Я тебе домик дал. Ты куда пошла, женщина? Алло. Алло, давай флиртовать. Давай флиртовать. Ну, куплю я тебе сережки, куплю. Ага, я так и знал. Платно изменяешь мне, да? А я тебе сережки хотел купить. ну и все. И до побачья. Акфу на тебя. Найду себе новую. Так, ладно. Нужно, значит, будет с вами во-первых, во-первых, нафармить, нафармить денюжек побольше. чтобы, к примеру, со следующей какой-то малыхой мы смогли флиртовать. И тоже, как с ней флиртовать, если, к примеру, я каждый раз, когда возвращаюсь, вот так, там разные, эти какие-то, разные подруги сидят. Не, может, конечно, и с этой получится, но не знаю. Ладно, давайте поспим, может, из-за того, что сейчас, из-за того, что сейчас ночь, типа, давайте спать в следующий день. Ага, дождик пошел. Так, а ну, а ну-то. Так, романтика. Как у вас дела, красотка? Так, хорошо, как у... Еще лучше. 44, 52, 60, отлично, 66. Ага. Так, настроение, 66. Я так понимаю, что когда мы до сотки дойдем, да, то мы сможем ее переселить к себе. У-у-у-у. Ура. Так, давайте тогда посмотрим. Так, ты же у нас тут, да, работаешь? Давай смотреть. Ты же у нас тут вроде работаешь. Так, деревянное это есть. Ага, я не назначил, я, я не назначил, что ей нужно делать. Что ей нужно делать? А что ей нужно делать? Ей нужно следить за огородом. Правильно я понимаю? Фермерский сарай. Фермерский сарай. Сумка, мотыга. Пока месть непонятно, будет ли она следить за огородом и нужны ли тут семена. Не знаю, давайте попробуем сложить сюда семена. Так, где наши семена? Семена капусты, три штучки, давайте сюда сложим. Нужно ли это делать? Либо не нужно, я не знаю, но навряд ли, наверное, да? Ну, ты не хочешь, женщина, поработать на огороде? Алло. Так, мне нужна, как говорится, женщина, которая будет работать на поле, а не просто, куда ты пошла, ханута? Так, романтика, как... Ага. Have a good day и ушла. Короче, на поле, она работать не хочет. Так, парни, я и так и не понял, чем вы тут занимаетесь? А, глазами смотри. Ты мне смотри. Так, позвольте рассмотреть вас поближе. Так, где я могу найти? Небольшая беседа. Назад. Ага. Есть какие-то сложности. Так, я чувствую, что моя судьба не рубит топором и не махать киркой. Я рожден для более эффективной профессии. Это для какой? Это для какой, скажи, пожалуйста, такой профессии? Лайл Фрэнк. Так, где я могу найти? Позвольте мне рассмотреть вас поближе к деревянной саре. Короче, очень интересно, ничего не понятно. Ладно, давайте посмотрим за нашей ханутой. Что она тут, чем будет заниматься? Так, забрала? Да, что-то забрала. Или не забрала? Да, все. Так, та ты шля. То есть, я тебя нанял, чтобы ты за огородом следил, а ты и поделаешь вид, что ты... Что ты делаешь вид, правильно я понимаю? Так, а тут что нужно? Я вообще ничего не понимаю. Ладно, давайте попробуем еще поспать один день. И все-таки закончить романтик. с нашей малышкой. Так, 10 часов еще ждите. А что у нас там по времени записи? 57 минут. В принципе, я думаю, ребят, на этом серии все. Так, дай зайти. Думаю, в принципе, на этом серии все. я, наверное, без записи все-таки домучу с ханутой. Пойду, сбегаю нафармлю, а может и нафармлю. Не знаю, просто если я подарю ей подарок, оно вроде быстрее все пойдет. Ну ладно, попробуем чисто комплиментами переселить ее к нам. Переселить ее к нам. И пусть бы, как говорится, она у нас тут и живет. И в следующей серии сходим, попробуем забрать кассу. Так, и вот это мне непонятно, слева сверху, вот видите, вот две штучки написано красненькими, и один. Это типа, в чем прикол? Что это такое? А, что я хотел? Я хотел же сюда добавить пустое ведро, давайте посмотрим. Так, передать стопкой. Давайте попробуем сюда пустое положить. Так. Пустое положить, может она будет этим заниматься. Все, занимайся. занимайся, что я могу тебе сказать. Качай воду. Все, ведерко у тебя есть, пустое, правильно? Правильно. А где, а где, слышь? Где ведерко, подло? А? Где ведерко дела? Ни на секунду нельзя оставить, понимаешь? Вообще нельзя на секунду оставить. Все забрали. Все, что не, все, что было, все забрали. Падла, я слежу за тобой. Ты смотри, я знаю, где ты живешь. Могу выгнать. Что там наша зайка, давайте посмотрим. Чем она тут занимается? Так вот, да, будем заканчивать и, ага, ты просто стоишь, да? Устала, да? Бедная. А сумочку все-таки забрала. Забрала все-таки сумочка, да? Женщина. Хэллоу. Понял, сумочку она забрала. Гудбай, зачи, гудбай. Так, нужно будет забрать косо и выполнить еще задание. Для соседей и разобраться, почему мы с вами не можем строить вот эти вот здания. Блин, почему мы не можем это здание? так, тревать технологии. Шаважь землекопов может каждый раз типа может раз, каждый раз, каждый раз бочка, сундук. Придется ждать этого момента. Я, короче, без понятия. Короче, без понятия, почему нельзя. Ну, ладно. пока, мискорица как-то так. Дальше мы уже разберемся. Все, я тогда монтировать видос. Вам всем пока-пока и до потом. Да, спасибо, что досмотрели до этого момента, поставили лайк, если подписались. Все, все, мур-мур.